Коллеги, сегодня речь у нас пойдет о достаточно простом и в то же самое время очень и очень интересном для любого видака девайсе. Это по сути V-Mount батарея. Ну, казалось бы, обычная V-Mount батарея, что тут такого? Но не все так просто. Возможно, вы уже видели обзоры на эту вещь, и сегодня я тоже расскажу вам о данном девайсе. V-Mount батареи в наше время огромное количество на разный вкус и кошелек, ну, скорее, все-таки на достаточно пузатый кошелек, потому что именно от этих батарей питаются наиболее профессиональные, скажем так, устройства, и это уже next level после обычных NPF, которыми мы с вами привыкли пользоваться. Ребята, это очень компактная штука. Я сразу скажу, что эта вещь у меня самая маленькая. Small Rig 50. Она бывает 100-я, 99-я точнее, и 150-я. Соответственно, это у нас объем. Это самая маленькая, и на V-Mount она, ну, вообще не смахивает. И давайте сразу, в чем ее преимущество перед любой, совершенно любой другой, уважающей себя или не очень уважающей V-Mount батареей. Стоит отметить, что сейчас уже на многих V-Mount'ах, помимо стандартного D-Tap'а, у нас имеются, например, еще и дополнительные USB-разъемы для того, чтобы мы могли запитать какие-то дополнительные девайсы. Но ребята из Small Rig пошли чуточку дальше и, по сути, просто продолжили эту историю. Ну и как результат, помимо стандартного D-Tap'а, мы здесь видим аж целых 4 выхода. Это и USB-A, и USB Type-C, и 8-вольтовый, и 12-вольтовый выходы DC. Ну и, конечно же, стандартный порт для V-Mount батареи, не стоит о нем забывать. Так что из себя представляет эта штука, если говорить простым языком? Ребята, это Powerbank. Это Powerbank, выполненный вот в таком стиле. Прямо сейчас на экране я покажу вам все виды разъемов и выходов, которые может отдавать эта батарея. Да, это Powerbank, но вот такой продвинутый. То есть он у нас имеет V-Mount крепление, он может ставиться на стандартное V-Mount устройство, он имеет D-Tap, USB и обычные DC-выходы. А что это означает для нас, если мы не хотим разбираться, мы хотим просто клац-клац-щел-щелк? У него есть дисплей, при нажатии на кнопочку мы видим процент заряда батареи, и, соответственно, если мы его заряжаем, мы также видим процент заряда, а вот если мы уже вставляем какие-то устройства, мы видим, какой порт и сколько сейчас отдает. Ребят, давайте наглядно. Ну, начнем, конечно же, с базы. Вот у нас прибор Godox S60, который может питаться от V-Mount батареи. Мы, соответственно, ее насаживаем до щелчка на этот порт, включаем, вуаля. Вы видите, что питание никакое не подключено, и мы можем вот так вот накрутить его яркость, причем вплоть до 100%. Вот до 100%. Естественно, нужно понимать, что 50, вот эта 50-ая батареечка, она у нас долго не проработает именно вот с таким прибором, но так или иначе, стандартный V-Mount раз. Следующая стандартная ситуация. Божечки, разрядился телефон на съемке. И да, вместо того, чтобы поставить его на зарядку куда-то от розетки, мы с вами берем и подключаем в обычный USB-A или USB Type-C. В данном случае у меня USB-A. Бац, телефон у нас заряжается, и прямо здесь на дисплее вы можете видеть следующее. Вот сейчас я вам покажу, что у нас по одному из портов пошла непосредственно зарядочка. И я сам посмотрю, что это у нас. Пятивольтовый выход у нас 16,2 Вт идет, соответственно, зарядочки сюда. Следующий момент. Помните, раньше у нас были вот эти вот кроп-камеры замечательные, у которых были очень слабые батареи. Многие по сей день ими пользуются. Там ZV и D сейчас пользуются сумасшедшим спросом. На них проводят стримы. Как раз для стримов нам и нужно постоянное какое-то питание. И мы использовали вот такие вот даме батарейки, пустышечки, да, в простонародье. Соответственно, она у нас находится в самой камере. И вот этот вот разъем DC мы 8 вольт должны запитать. И обычно идет такая платформочка и NPF батареечка снаружи. Но в нашем-то случае у нас с вами есть 8-вольтовый выход. Мы берем, вставляем в него. Опять же, опять же, сразу же видим, что по 8-вольтовому выходу у нас что-то пошло. Что-то здесь началось. Есть какое-то движение. И мы с вами включаем камеру. И камера, соответственно, включается. Все, шаг и мат. Вот от этой батареи у нас с вами работает камера. Опять же, 8-вольтовый выход и 16 Вт она потребляет. Все это у нас показывается, отображается на дисплее. Идем дальше. Мониторчик на камерный вы хотите запитать? Да, пожалуйста. У меня вот есть такой провод, который с DC на D-Tab. Ну, может быть, просто DC-DC. Здесь, соответственно, тоже 8 вольт. И мы берем просто в D-Tab-чик наш вот так вот. Заряжаем эту вещь. Бац. Ну и что вы думаете? Монитор у нас уже загорелся. Соответственно, мы его включаем. Без вью. Бада-бим. Бада-бум. Все, монитор работает. Но, когда мы с вами в D-Tab что-то втыкаем, либо же в стандартный V-Mount что-то втыкаем, у нас отображается только уровень заряда. То есть, не показывает, по какому порту и что у нас идет. Только по верхним портам. То есть, это DC и USB Type-A и Type-C. По ним действительно показывается, что сейчас происходит. Монитор работает. Ну и, как вы понимаете, таким образом, совершенно любые устройства, которые у нас работают от USB, которые можно запитать через DC-выход 8-12-вольтовый, которые можно запитать D-Tab-ом и, соответственно, стандартные V-Mount устройства нам доступны. Так, стоп. А что если нам хочется и мониторчик запитать, и камера у нас должна от 8-вольтового выхода работать, и смартфон еще заряжается, или, например, какая-нибудь система follow-фокуса от USB у нас работает. Давайте посмотрим, как он себя поведет в этих условиях. Я вот включаю камеру, у меня заряжается смартфон, и у меня включен монитор. Как вы понимаете, вот сейчас камера работает, монитор тоже работает. И что у нас на дисплее отображается? У нас отображается то, что по USB он не может нам ничего отдавать. То есть, смотрите, камера у нас работает, она по 8-вольтовому. Монитор у нас по, соответственно, D-Tab-у. И вот USB-A пишет какая-то ошибка, то, что он уже не может его питать. На USB-A у него не хватает заряда. То есть, есть в любом случае, есть какие-то ограничения в рамках того, сколько девайсов здесь может работать. То есть, нельзя забить все порты, и чтобы он через все у нас отдавал все. Соответственно, вернемся вот к этой табличке начальной, сколько, в принципе, вообще этот аккумулятор может отдавать. Но, так или иначе, два девайса вот в разные порты совершенно спокойно работают. Никаких проблем. В сухом остатке. Это ведь действительно у нас, по сути, просто пауэрбанк. Ну, вот такой, знаете, этакий фэнси пауэрбанк, который имеет V-mount крепления и много разных других креплений. То есть, в нем, я более чем уверен, в нем обычные 18650 батареи, умные какие-то мозги электроника. Естественно, есть разного рода защиты от перенапряжения, там, и всего остального. То есть, все это имеется. Вот, собственно говоря, за это и есть такой прайс, потому что вы можете подумать, типа, какого черта там он стоит десятку или больше, которые на действительно большой объем рассчитаны. Ну, вот представьте, 150-й, да, это как вот 150 ватт-часов V-mount батареи. Он такой же здоровенный, даже чуть больше, чем эта батарея. И, ну, на самом деле, я считаю, что это действительно интересно. То есть, если у вас какой-то CinemaRig, вы знаете, можете, кстати, посмотреть видосик. Вот был недавно, ну, как недавно, еще летом, видос про CinemaRig. Мы там с большой V-mount батареей вот что-то такое мастерили. Здесь же можно было решить это совсем иначе. То есть, не нужны даже никакие платформы. Можно на что-то компактное его надеть и запитать все через порты. То есть, например, камера наша замечательная, такая, как A7S III или любые другие современные камеры. Она по Type-C может получать Power Delivery. То есть, питаться вот прям непосредственно только от USB. Сосать именно столько, сосать, сколько ей нужно. И при этом чувствовать себя прекрасно. То есть, у вас камера работает. У вас, например, запитан по 8-вольтовому выходу монитор. И какой-нибудь, не знаю, follow focus или HDMI видеосендер. Что-то еще вот из этого тоже запитано. И это удобно. Но, естественно, для таких уже целей, ребята, 50-ка вам не подойдет. Вообще, золотая середина это сотка. Она не огромная и имеет большой запас электричества. Да, как бы это ни звучало. Пятидесятка это же такая вот именно компактная история. То есть, когда тебе нужен именно компакт. Супердолго в любого рода устройствах он у вас работать, конечно же, не будет. И если вы ставите такой V-mount на 150-ваттный свет и думаете, что сейчас он будет работать, я не знаю, там час на полной мощности. Нет, конечно, такого не будет. То есть, например, вот у меня 150-ватт-часов V-mount. И вот от такого V-mount, вот этот Godox S60, который мы вначале попробовали затестить, он работает около 2-х часов на 100% мощности. Но, соответственно, 50% мощности это уже около 4-х часов. Имейте в виду. А здесь не 150-ватт-часов, а 50. Соответственно, в 3 раза меньше. Мы можем сделать вывод, что этот Godox, ну, максимум полчаса проработает от этой батареи. И вот уже, зная вот эти характеристики, какое ваше устройство, сколько будет работать, вы можете понимать, что, ну, вот, примерно вот так. В любом случае, в любом случае, я считаю, что это хороший такой своего рода прогресс. То есть, это продвинутый пауэрбанк для видоков. Вот так. И это штука, которая по-любому займет какое-то, вот, знаете, кошерное место в вашем рюкзаке съемочном. И вы будете использовать ее часто. То есть, если она у вас уже появилась, то использовать вы ее будете часто. Такие дела, ребята. Вы были на канале Budget Filmmaker. Я надеюсь, что это было кому-то полезно, информативно, интересно. Не важно. Берегите себя, ребята. Я надеюсь, что мы увидимся уже совсем скоро.